В эфире новости на 9 канале, в студии Мария Шелепова. Здравствуйте! В Белгородской области не будут продлевать систему QR-кодов для посещения общественных мест. С 21 декабря можно свободно приходить в торговые центры, кафе, рестораны, театры, кинотеатры и музеи. Помимо этого, снимут ряд ограничений по работе общепита. Этому способствовало улучшение эпид-обстановки в регионе. Количество коих в ковид-госпиталях области уменьшено с 3600 до 1900. Причем около 500 из них на сегодня свободны. Масочный режим отменять не будут. Так что при посещении общественных мест не забывайте средства индивидуальной защиты. Департамент здравоохранения области опубликовал обновленную статистику по борьбе с коронавирусной инфекцией. Согласно этим данным, 79 164 жителей Пелгородчины были инфицированы. Смогли побороть болезнь более 67 тысяч. 1 677 человек скончались. В ковид-госпиталях региона сегодня 1656 пациентов, в том числе 58 на ИВЛ. Еще более 8 тысяч проходят лечение амбулаторно. В Старомосколе всего выявлено 14 100 заболевших. Выздоровели чуть более 12 тысяч. Не смогли справиться с болезнью 452 зараженных. Почти 1600 человек лечатся на данный момент. Полный курс вакцинации в регионе прошли 905 185 жителей. Если у вас нет миллиона, не думайте, что преступники не смогут его отнять. Цифровое мошенничество достигло невиданных масштабов. В России счет идет на триллионы рублей. В Белгородской области киберпреступники с начала года облегчили кошельки жителей на 500 миллионов рублей. Оскольчане добровольно перечислили аферистам 100 миллионов. Найти и вернуть удалось лишь 1 миллион рублей. Почему возвратить деньги практически невозможно? Кто чаще всего становится жертвой обмана? По каким схемам действуют мошенники? Об этом говорили на пресс-конференции с представителями полиции и прокуратуры. Каждое пятое сообщение в полицию о дистанционном мошенничестве. Для борьбы с ним год назад в Старооскольском ОМВД создали спецгруппу по противодействию IT-преступлениям. Результаты уже есть. Если в 2020-м раскрываемость составляла 15%, сейчас выросла на 23%. На территории Старооскольского городского округа уже зарегистрировано более 750 преступлений. Данного вида отмечается рост совершения преступлений в сфере IT-технологии. Злоумышленники, как правило, не оставляют практически никаких следов, потому что звонки осуществляются, как правило, с подменных номеров, сим-карт, однодневок. У человека на телефоне может высвечиваться номер дежурной части УВД, ФСБ и все остальное. По данным преступлениям, денежные средства чаще всего выводятся либо на абонентские номера, либо на различные киви-кошельки, впоследствии конвертируются в криптовалюту. Колл-центры, откуда звонят потенциальным жертвам, чаще всего находятся за границей. Особенно много их на Украине. Аферисты набирают ваш номер и предупреждают, что мошенники пытаются списать с вашего счета деньги. В большинстве случаев потерпевшие, которые становятся жертвами, они никуда не ходят. Они находятся дома и просто под диктовку звонящего человека начинают переводить денежные средства. И когда они уже к нам приходят, в большинстве случаев, когда это большие суммы, то есть это миллион, два, три, у нас даже был случай, пять миллионов, он не помнит, куда он переводил деньги, на какие счета. Из каждых десяти аскольчан, ставших жертвами кибер-аферистов, шесть-семь знали, как преступники могут обвести вокруг пальца. Но все равно попались. Среди них далеко не глупые люди. Они признаются, это было словно под гипнозом. Все потому, что обман происходит по отработанным схемам. Злоумышленники знают, что и каким тоном говорить. Идет перегрузка осознаний, быстрый темп речи, какие-то данные, которые человек просто не в силах воспринимать. Такой поток информации, он своего рода человека вводит в транс. Вот как многие потом говорят, ощущение гипноза. Ты сделал, а потом только приходишь в себя. Второй момент, о котором можно сказать, это введение человека в состояние стресса. Нагнетается вот эта ситуация, связанная с тем, что проблему вот сейчас вы должны решить. Снижается логическая оценка происходящего. Ну и еще момент, связанный с такой доверительностью. Входят доверие, уважительно представляются. Называют вроде бы какие-то подразделения. Вроде как от организации звонят. Эти и другие уловки на многих действуют как у дав на кролика. Особенно часто такое случается с обязательными людьми. С теми, кто привык действовать по алгоритмам, доводить задачи до конца. У кого дефицит общения и внимания. И кто не уверен в себе. Ну обычно бывает с жестким стилем воспитания, если немножко так в семейные отношения уйти. Когда не хватает внимания родителей. И человек любимыми способами старается соответствовать тому, что нужно. Каким-то требованиям. Ему говорят, делай так. Он старается делать. Главная проблема в том, что хитроумные схемы обмана появляются почти каждый день. Преступники могут находиться за тысячи километров от потенциальной жертвы. Ну и на сегодняшний день мы констатируем тот факт, что многие преступники уже находятся даже за границей. Это еще более усугубляет наши возможности установить этих лиц. Поскольку на территории иностранных государств мы ограничены. Есть еще один подвид преступлений, когда ваш кошелек обчищают на сайтах знакомств. Мужчины, чаще всего мужчины, знакомятся с девушкой. Дальше общение переходит в WhatsApp. Девушка предлагает посетить театр, либо съездить в Воронеж на стендап, либо в Москву. Мошенники сообщают, что билет необходимо только себе приобрести. Человек переходит по ссылке, вводит реквизиты своей карты. Происходит списание денежных средств со счета. Если вам звонят из банка, полиции или прокуратуры, аферисты чаще всего называют себя представителями этих структур. Не скушайте судьбу, сразу кладите трубку. Самый надежный способ сберечь свои деньги именно такой. Жертвой обмана может стать любой, независимо от пола, возраста, профессии. Если у вас нет денег, вас могут убедить взять кредит, вы можете оказаться в пожизненной кабале. Более 100 миллионов рублей отдали старооскольцы киберпреступникам с начала года. Вернуть владельцам удалось только миллион. Выудить деньги, которые ушли за границу, почти невозможно. Лариса Ульяненко, Алексей Грачев, Илья Самсонов, 9 канал. Старооскольцы обвиняются в убийстве. Трагедия произошла в минувшую субботу, 18 декабря. По версии следствия, 49-летний мужчина выпивал в доме у знакомого по улице Подгорной. В ходе незначительной ссоры гость, имевшимся при себе ножом, несколько раз ударил 37-летнего оппонента в грудь. От кровопотери тот скончался. Подозреваемый сам сообщил об этом в скорую помощь и ритуальную службу. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы. Следственный комитет проводит экспертизы в рамках уголовного дела. Бесплатно, без очереди, без посещения больницы. Могут оценить состояние здоровья старооскольцы. Выездная бригада Центра медпрофилактики в эти дни работает в микрорайоне Звездном. Акция «Здоровье плюс спорт» на базе школы Олимпийского резерва «Золотые перчатки» проходит впервые. На медосмотры побывала наша съемочная группа. Измерить давление и сатурацию, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови, вычислить, как работает сердце – все это бесплатно и не заходя в поликлинику. Акция «Здоровье плюс спорт» идет в эти дни в спортшколе «Золотые перчатки». На обследование ежедневно приходит около трех десятков оскольчан. Поэтому в очереди максимум два-три человека. Знаете, охотнее, конечно, люди откликаются именно на выездные акции. Почему? Потому что в наше время, учитывая, что мы два года живем с пандемией, идти в поликлинику для многих становится проблематично. Почему? Потому что, вы понимаете, что все боятся заразиться. А здесь, пожалуйста, здесь все так же с соблюдением всех мер противопедемической безопасности. Но, тем не менее, идут сюда, потому что здесь нет больных людей. Вот весь секрет, наверное, в этом. Основные пациенты, признается Анна Гадецкая, пенсионеры, причем женщины, почувствовав на себе, как быстро начинает сыпаться организм, они стараются затормозить процесс. К тому же акция бесплатная, а для многих это очень важно. Женщины, наверное, остаются более ответственными к своему здоровью, к своему, значит, смотрят за собой. Наверное, вот пока, к сожалению, наверное, так, потому что смертность выше среди мужчин. Молодежь трудно как-то вот привлечь к нашим акциям. Наверное, вот по нашему опыту работы у каждого человека есть тот или иной фактор риска. А чаще всего они даже встречаются в сочетании нескольких факторов. Эти предвестники беды и пытаются выявить на подобных медосмотрах. Акции от Центра медпрофилактики проходят раз в две-три недели и пользуются повышенным спросом. Ведь медики, помимо обследования, еще и рекомендации дают. Я просто зашел по работе, ну, в связи с тем, что здесь проходит обследование, решил задержаться на несколько минут, чтобы обследовать свое здоровье. За здоровьем я слежу очень тщательно. Такие акции просто необходимы, чтобы люди чаще задумывали, зачем нам здоровье. Хотя сейчас все люди задумываются, где бы себя проверить и так далее. Все платно в основном, а эта акция бесплатная. Я считаю, что очень хорошая акция. Акция продлена у нас еще на три дня, до 22 декабря включительно. В дальнейшем мы планируем провести аналогичные акции по спортивным школам и в северо-восточной части города. Медосмотр можно пройти с 8.30 до 15.30. Чтобы получить экспресс-оценку состояния здоровья, захватите медполис, паспорт и СНИЛС. В качестве бонуса медики не только советы пациентам дадут, но и помогут освоить технику скандинавской ходьбы. Лариса Ульяненко, Алексей Грачев, Илья Самсонов, 9 канал. До самого сказочного праздника в году чуть меньше двух недель. Но и предновогодняя пора – это тоже время чудес и исполнения желаний. И больше всего их, конечно же, у детей. Для кого-то лучший подарок – машинка с пультом управления или новомодный девайс. Но есть и такие подарки, стоимость которых невозможно определить. Да и делают их не волшебники. Благодаря фонду поколения депутата Госдумы Андрея Скотча удалось сделать счастливее еще одну семью в нашем регионе. О том, как именно – в следующем репортаже. Как сидеть-то научился, в принципе, два месяца назад. Самостоятельно, чтобы можно было остановить. Первые попытки начались только летом. Это Ваня. Ему три года и восемь месяцев. У мальчика ДЦП, поэтому каждое улучшение, пусть даже маленькое, для него достижение, а для родителей – настоящее чудо. Чтобы ухаживать за сыном, маме Наталье Изотовой пришлось уйти с работы. Семью обеспечивает отец, а с домашними делами помогает старший сын. Это мой помощник прям. Я без него, как без рук. Да? Это наша няня. Дома маленький Ваня бывает крайне редко. Много времени занимает реабилитация. Однако она дает лишь небольшие улучшения. Нужна операция на костном мозге. Она поможет избавиться от болезненных судорог и спасти суставы. Значительно будет легче проходить его реабилитации и уменьшится количество, либо вероятность последующих ортопедических операций, которые проходят очень тяжело, длительно, и реабилитационные периоды там очень долгие. В нашей стране подобные операции проводят, но по квоте и не больше 10 в год. А хирургическое вмешательство необходимо уже сейчас. И выполнить его могут в одной из клиник США, но платно. Родители начали сбор средств и обратились в фонд поколения Андрея Скотча. И получили одобрение. Они частично оплатили миллион, и благодаря этому остальные фонды тоже очень быстро оплатили свою часть, потому что у заграничных фондов было основное условие наличия половины суммы. Теперь, когда позади оформление визы и всех остальных документов, Ваню ждут в Сент-Луисе, штат Миссури. Вместе с родителями он отправится туда в четверг. Саму операцию проведут 23 декабря. После нее еще несколько недель потребуется на восстановление. За границей Ваня встретит сразу два Рождества и Новый год. Будем надеяться, что и чудес тоже будет больше в два раза. Староскольские спортсменки стали победительницами и призерами всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Виктория». Воспитанницы спортшколы Олимпийского резерва номер один состязались с соперницами из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ярославля, Казани и других городов страны. Все российские соревнования по художественной гимнастике «Виктория» проходили в Орехово-Зуево. Туда отправились сразу четыре группы воспитанниц спортшколы Олимпийского резерва номер один. Команда «Звездочки» завоевала золотые медали, а мармеладки покорили третью ступень пьедестала. Несмотря на юный возраст, девочкам 9-10 лет и хороший результат, сами гимнастки достаточно критично оценивают свои выступления. Никаких «переволновался» или «не выспался» в спорте быть не может. Были потери, были элементы, которые не сделали, но не очень выступили. Они более сложные элементы выполняли, и хочется тоже такие выполнять, и буду стараться делать. Мы будем стараться. На соревнованиях группы выступают с двумя программами – с предметом и без. Именно обручи и не покорились девчонкам. Были потери. Так в художественной гимнастике называют момент, когда спортсменке не удается поймать предмет при выполнении элемента. У нас были ошибки, которые редко допускались на тренировках. Сейчас мы понимаем то, что мы могли выступить лучше и занять, может быть, второе или первое место. Нас когда награждали, даже путали медали и давали второе место. И сказали, что в следующий раз будет второе место, а еще в другое – первое. Ну, лучше сразу занять первое. Тренер Олеся Пирамидина отмечает, что это лишь второй выезд на соревнования за целый год. А в 2020-м и вовсе участвовали в онлайн-конкурсах. Также большое значение имеют и условия тренировок. На турнирах девчонки выступают в больших залах с высокими потолками. Им нужно занять практически все пространство на ковре размером 169 квадратов. А занимаются гимнастки на прямоугольнике всего в 70 квадратных метров. В этом зале мы тренируемся не каждый день. Тренируемся в школе в 24-й. Там потолок ниже, мы не можем делать высокие броски, как вы заметили. Они нужны с предметом обязательно. Из-за этого, так как у нас площадка нестандартная здесь, нам не хватает места. И когда дети попадают в большой зал на большую площадку, соответственно, меняются рисунки, меняются перестроения. Дети немножко теряются в пространстве, и из-за этого получаются ошибки. Сейчас оскольчанки готовятся к следующему турниру. В Старом Осколе. Так традиционно провожают год в спортшколе Олимпийского резерва номер один. Мария Шелепова, Роман Стариков, Евгений Сазонов, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. В студии была Мария Шелепова. Всего доброго. До встречи на 9 канале. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. 21 декабря – день зимнего солнцестояния. И самая долгая ночь в году. Но короткий световой день еще не все испытания, которые пошлет нам природа. В ближайшее время нас ждут самые настоящие морозы. Если сегодня утром было всего минус 4, завтрашний день начнется с минус 10. А к вечеру температура упадет до 15 градусов мороза. Вкупе с северо-западным ветром и высокой влажностью 10 градусов ниже нуля мы будем воспринимать как минус 17. А минус 15 превратятся в минус 22. В придачу к этому синоптики прогнозируют снег. Атмосферное давление 738 мм ртутного столба. Рассвет наступит в 8.30, а за горизонт солнце зайдет в 16.22.